Ребята, всем привет! Сегодня у нас четверг. Вы на канале Хуторянка, напоминаю, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А сегодня мы начинаем наш день, нашу съемку с трех часов дня, потому что мы реально были заняты делами, и у детей свои дела, свой карантин, который нужно проводить с пользой. Мы немного играли на улице, но сильно не поиграешь, потому что ветер прям сильный. На самом деле не очень холодно, но ветер прям сильный, прям сносит. Вот я сейчас пришла с улицы, но одна радость, белье быстро сохнет, потому что после рыбалки куча вещей. Я все разобрала еще вчера, постирала вчера все объемные, объемные вот эти куртки, вот эти вот штаны, как комбинезоны такие, и сегодня стираю все остальное. На обед у нас был плов. Я вот в эту заготовку, которую я готовила, помните, просто ребрышки обжаренные с луком и с морковкой, добавила рис. А, сначала добавила воды, поставила все на режим крупу в мультиварку, это, получается, все покипело, потом я туда засыпала рис и опять на режим крупу включила. И все получилось, честно, очень вкусно, уже все доели. Раньше, до карантина, наше меню заключалось в том, что в основном я готовила один раз в день. Теперь мне нужно все-таки готовить и обед, и ужин, поэтому на ужин решила, что сделаю пюре и, наверное, запеку рыбу. Вот думаю, или утку, или рыбу, не знаю. Наверное, все-таки рыбку запеку и сделаю пюрешку, рыбу, честно, не знаю, будут ли есть дети рыбу, но я очень хочу рыбу. Это такой большой толстолобик, мы будем, получается, запекать всю середину, голову и хвост мы оставили на уху. Надеюсь, что потеплеет, и мы скоро сварим уху. Вот, а сейчас буду доставать рыбу из-за холодильника. Я ее замотала в фольгу уже замаринованную, такую соль, перец, лимонный перец. Сейчас, наверное, еще добавлю лимонный, ну, лимон. И, или не буду добавлять, наверное, себе буду добавлять, потому что Сержиня не любит эту кислинку, а я, честно, обожаю рыбу с лимоном. И, в общем, просто лимонный перец, соль, перец, немного майонезом помазала, фольгу замотала, вот не весь маринад. Это было вчера, сегодня. Ставлю, наверное, сейчас рыбу в духовку и начищу картошку на пюре. Вот этот большой-большой кусок рыбы, ну, достаточно прям большой, надеюсь, мы его осилим с Сержуней. Если что, то деткам поджарю котлетки. В общем, сейчас духовка нагреется, поставлю все в нее. А, слушайте, все, рыба в духовке. Мне тут непонятно, что вообще. Я только увидела цифры вот эти вот. Я в шоке. В общем, духовка. Сейчас ее включим на сколько-то градусов. А, 200 градусов у меня, вверх-вниз. Посудомойка. Сушат посуду. Буду ее сейчас выключать. Ну, она сейчас сама выключится, буду разбирать. Еще и стиралка стирает, блин. Круто. Все при деле, в общем, а я иду за картошкой. Ура! Посудомойку разгрузила, опять начала загружать. Сейчас уже рыбу буду доставать, пюре тоже буду делать. Что делаю? Наконец-то сегодня мы пропылесосили. Не могли купить фильтром. Как эти сменные мешки в пылесос. У нас, получается, борг. Так, где здесь борг? У нас ввод 5.05 надо. Хотела купить... Ну, я точно знаю, что в МВидео, да, продаются, но мы туда не поехали. И я заказала на Волборис. Очень много почитала и по отзывам, и по... Блин, у меня что в глаз попало? Прямо мусор. И прям чувствую, что болит. И, в общем-то, заказала на Волборис. Так они стоят именно Борковские. 800 рублей. Или даже почти 900 в моем видео. А вот эти вот за 4... Там 358, что ли. В общем, попробуем. Достали уже один сегодня. Дети пылесосили. И, в общем, вроде бы неплохо. Собирают и собирают мусор. А мне прям, знаете, пришлось весь Волборис-трелопатит найти именно на этой модели. О, Афанасий, что ты хочешь, сынок? Играю. Играешь? Да. И во что ты играешь, сынок? В телефон. В телефон? Да. Какую игру? По-моему. Она интересная? Да, войнушка. А, это войнушки? Угу. Я уже все, пюре сделала. Ждем вот рыбку. Уже почти-почти она готова. Пюре я сделала прям малюсенькую кастрюльку нам на ужин. Потому что очень часто мы его не доедаем. Лучше пусть так будет. Слушайте, она такая клевая. Просто обалдеть. Все, рыбка готова. Уже прям хочется, если честно, ее попробовать. Сейчас уже будем ждать Сержуни. Мы тут с Антохой будем ужинать. Ты тоже пробуешь рыбу? Да. Это рыба санзан. Это из Альстрахани. Мы в этом году еще поедем. Да? Ну, чтобы щуку поедать. Это как бы санзан. Это не щука. Не щука. Это не хищник. А, это не хищник, ты хотела сказать. Ну да. А летом будет хищник. Да? Ребятки, еще раз доброе утро. Всем доброе утро. Я себе приготовила завтрак. Всем доброе утро. Сейчас буду кушать антоники кашку. Всем доброе утро. Всем доброе утро. У нас канал называется Афанасий Довголь. Сергеевич. Давай, Глод, Балый. В общем, приятного нам аппетита. Вам тоже. Сейчас будем приводить себя в порядок, да? Да. И будем играть в телефоны. Да, можно. Ребята, я опять в таком виде, потому что мы сегодня вязали кинзу и сейчас я буду ужинать. Сейчас покажу, что приготовила. В общем, мы практически целый день вязали. Я единственная ходила, приготовила обед, приготовила ужин, на обед у нас была запеченная уточка, которую я, помните, тогда мариновала еще в понедельник. В общем, она так круто промариновалась, быстренько запеклась. И гарнир было пюре, а на ужин сделала кускус с котлетами. Вот так вот выглядит кускус с котлетами. В общем, я насыпала кускус, присолила его, немножечко добавила специй, затем добавила воды, сверху выложила замороженные котлетки, все поставила в духовку, даже не знаю, насколько. Ну вот попробовала полукотлетки, все готово, все отлично. Сейчас будем ужинать. Ну как, ребята, как доброе утро у вас? Все хорошо. Сегодня суббота, и мы решили сделать сосиски в тесте. А этот будут на дочеку ноги, мама. Давай я это буду делать. Я это же маленькое. Ну, потом еще добавлять. Нет, я не умею. Да нет, Афоня, а что, поедем одну. Ну, съешь и. Нет, нам там мало будет. Я сейчас вторую пачку еще открою. Все, наш завтрак готов. Получается вот полчаса и сосиски в тесте готовы. Это все сосиски, а это просто тесто. Ну да. Готовлю ужин. Здесь у меня котлетки, которые я готовила. И с замороженными прям сюда положила. На медленном огне под крышечкой они жарятся и размораживаются. Здесь водичка на макарошки. Сделала салат с розовыми помидорами, огурчиками. В общем, уже такой весенний. Мальчишки тут смотрят, как это называется, художественная гимнастика, да? Да, гимнарочная гимнастика. Да? Что это за голодный человек, Афоня? Там пар горячий. Куда ты лезешь? Да, что круто. Да? Да. Афоня, не надо, это опасная штука. Опасна? Не опасная. Ну, ну, ну. Ой, а как я пищем? Нет, сейчас будем все вместе уже есть. Ммм, мм, 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 мм. Да, мы сейчас просто ждем, когда сварятся макарошки. Бантики у нас сегодня, да? А дай я. На, тоже парся, но тут горячо так. Ах, мой волк. Я понял, вот сегодня с папой красили. Покажи, какие у тебя руки. Мы ему капали, я немножко дотронулся. И не отмывайте Ну, потом отмоется, да? Ура, у нас ужин Гришку надо подстричь Но, наверное, все закрыто Я сейчас в видео читала, что все закрыто Все эти Сейчас я в инстаграм тоже смотрела Поэтому будем жить А, да? Придется потерпеть Посмотрите, что осталось От нашего меренгового рулета Подождите, еще чуть-чуть И от него ничего не останется Сейчас покажу рецепт, по которому готовила И все расскажу вам Пока тут папа доедает Внутри соленая карамель и клубника Слушайте, ну раз сегодня влог Какой-то недовлог Уже третий раз его начинаю Надеюсь, завтра все будет отлично Я все нормально сниму Расскажу вам рецепт меренгового рулета на словах Если вы поняли, то ставьте лайк Пишите комментарии Обязательно готовьте Вот, в общем, сам рулет Сам рецепт Скриньте Сейчас буду все объяснять Берете белок 140 грамм Начинайте его взбивать Он должен быть комнатной температуры Когда появилась белая пенка То добавляйте 215 грамм сахара Все это взбиваете минут 10 Затем в отдельной емкости Смешивайте 25 грамм сахарной пудры И 30 грамм кукурузного крахмала И после 10 минут взбивания Вот это все добавляете к белку Все опять взбиваете Буквально там несколько секунд Как все перемешается То масса готова На противень, на большой Кладете примерно Ну, у меня, наверное, 30 на 40 Может быть, больше даже Кладете пергамент Сверху выкладываете всю эту массу Всю взбитую И посыпаете орешками У нас было посыпано Такими лепестками миндаля Затем в разогретую уже духовку Ставите этот противень 200 градусов 4-5 минут Ну, я 5 делала Вверх-вниз режим Потом 160 градусов Убавляете температуру На 7 минут я ставила Все это доставала С пергамента Переворачивала Получилось, что пергамент сверху Я его снимала И ложила еще на один пергамент То есть внизу пергамент На столе Я вытягиваю этот рулет Переворачиваю Верхний пергамент снимаю И жду, пока остынет Все Вот этот нижний пергамент Нужен для того, чтобы рулет Помочь закрутить Как только этот пласт белка остыл То я сверху добавила соленую карамель И крем-чиз И свежую порезанную клубнику Все это свернула Полчаса в холодильнике И все Это так божественно Так нежно Вообще Я просто Видела кучу рецептов Но могу сказать, что вот этот Вот точно получится Вот если вы поняли Если не поняли Вдруг То приготовим вместе Просто Сегодня прям звезды сошлись Я готовила сегодня торт И осталось Осталось немного клубники Осталось немного крема А соленую карамель еще раз готовила Поэтому, блин, это все так вкусно Можно и без карамели Можно не крем-чизом А там каким-нибудь сметанным намазать Можно просто взбитыми сливками В общем, главная фишка Это в этом меренговом корже А все остальное Будет что внутри Можно там, не знаю Вареньем каким-нибудь намазать Тоже будет, мне кажется, классно Поэтому, если вдруг будете готовить То расскажите мне Напишите обязательно Вот А что еще хотела сказать Что у нас закрылось Все Закрылись По-моему, все парикмахерские салоны Закрылись все фитнесы Тренировки все Так что все действительно на карантине Работают магазины В которых объявляется Каждые, наверное, там минут 10 Вот я пока ходила по пятерочке Наверное, 2 или 3 раза слушала То, что дезинфекции происходит Что еще Ну, в общем, не нагребайте товаров Все нормально Все под контролем Поэтому Поэтому, вот В общем, все нормально Мы Живы-здоровы Как у вас, напишите Я прочитала, кстати, комментарии Под прошлым Видео Что Где, какая ситуация Вот Новости почти не смотрю Единственное Смотри на ютюбе Что как Вот Катю, Ваню смотрю Какие-то там с Америки Еще даже не знаю названия Вот Поэтому Ну, как бы каналы Потому что я сейчас на Плейстейшене Включаю Ютюб И он постоянно Сам потом Подбирает Видео Включает И вот там Разные ситуации В разных странах Где, какой карантин Вот Где, что происходит Ну, мы пока без паники Ждем Учим уроки Гуляем на улице Здесь, на хуторе И, в общем Вот так вот живем Сегодня очень хорошая погода Сегодня даже Сержене замариновал шашлык Завтра будем жарить Раз уж домашние посиделки Ну, Сережа на работу Ходит Так что Все Спокойно Антошка говорит Зачем говорить Что мы учим уроки Потому что я это не знаю Потому что Ты это ненавидишь Я еще и на пятницу Сделала еще уроки Сделаю Понедельник Сделаем на пятницу Во вторые дни Понедельник В среду Короче, ты запутался Я уже люблю Когда литературу Потому что по литературе Мы не делаем На всем надо делать Нет Ну, мам Ну, смотри Литературу я читаю хорошо Выразительно Вопрос Меня по-любасу не спросят Потому что Ну, нужно же другим давать А потому что я в этой четверти был Нормально В литературе отлично Угу В пятерке А Осталось математику и русским Подтянуть Да? Ну, математик Русский я мог, блин Сделать на пять Надо еще математику Математику И это уже почти сделала Потому что Мы писали Все нормально Мы писали